Считаю, что это событие у нас может случиться раз в десятилетие, или я не знаю, как. Еще повезет, к нам приехал доктор искусстволетняя, заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель, главный дирижер Тихоокеанского оркестра, доцент Российской Академии Музыки имени Кнесиных Михаил Александрович Аркадьев. Все вы поедете в группу. Друзья мои, бесполезно здесь сидеть, абсолютно, вы ничего не услышите, потому что я работаю с текстами, понимаете, да, я кричать не могу на весь зал, да, нет. Так, а вот как-нибудь закрыть дверь, чтобы как-то у нас тишина была, бесполезно? Сначала бах. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 да а по всей 40 даже противоположные до стилистически взаимно отрицающий на самом деле все основные приемы вот то что называют принципами универсального без организма одни и те же что в бахе что сверили что в бахе что сверили хотя вы понимаете я вам сыграл банк абсолютно стилистически не просто стилистически иначе да а подчеркнуто стилистически иначе даже не было фото пьяно играет лак на рекорд на игроку клавесивная последний клавесивная первые 2 старико рекордные ну шопен понятно чисто я так и строго стили понимаете вот это будет тема нашей встречи да кстати вот листочки которые у меня здесь вот они их можно получить здесь от названа базовый принцип универсального пианизма но во-первых можно взять мой электронный адрес написать и я могу выставить во вторых уже в тольяте есть это можно получить распечатать с высокими примерами небольшими все то чем будем говорить не уверен что мы успеем обо всем поговорить но основные вещи это все можно получить с нотами примерами это я сейчас не помню нет и с нотами примерами по моему даже в интернете некоторых местах вынужден это можно найти вот но можно и получить напрямую так вот значит о чем я хочу вам коллеги рассказывать в основном скажите здесь в основном пианисты какими-то небольшими вкраплениями другие специальности но в основном пианист естественно я буду говорить естественно для пианистов в основном но какие-то вещи могут полезны для других специальности несомненно есть вещи универсальные так вот дело в том что друзья мои надо честно посмотреть на то что происходит у нас в области не только фротепианной педагогики а вообще в области фротепиановой исполнительности происходит на протяжении многих лет а что происходит собственно бывает существует много разных школ до существует несколько выдающихся педагогов которые считаются как бродоначальниками российской фротепианных они скажем в москве частично и других городах ученики этих великих мы знаем игумного мы знаем в этом вейсера мы знаем не гауза мы знаем фейнберга мы знаем брать петербургскую школу мы знаем правду голубовскую да чуть похоже нильсон вероятнее что-то забыл мы можем набрать вот этих родоначальников есть некоторое различие между условно говоря питерской школы петербургской школы московской школы вот я думаю такой школе я принадлежу и не надо кажется что я даже больше хотя учился про учился всю свою жизнь в москве нет вообще что я больше принадлежу в питерской школе больше степени чем в московской по некоторым причинам во первых потому что на меня правда оказалось большое влияние ну и потому что мой педагог александр 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 он работал в петерской консерватории одно время было ассистентом нильсона ты играли и вероятно это повлияло тоже на то что происходило у нас в классе но поскольку я уже давно как бы оторвался по многому сурги как бы живу как в своем уже теперь то я вот и стал думать если что-то что объединяет все эти школы и вообще если что-то что мы можем сформулировать как несомненные основные вещи связаны с пианизмом друзья мои низ причем что очень важно я имею ввиду когда это называют универсальным пианизмом или универсального пианизма я имею ввиду парадоксальную вещь я имею ввиду вещь когда самое элементарное является самым высшим все на что происходит обычно мы начинаем детей учить и потом кто-то из них доползает там до высшего учебного заведения до консерваторий да кто-то из них выходит потом на на эстраду и кто-то из них пробивается большие художники минимальное количество я хочу показать что вот то что мы обычно называют высоким творчеством это что мы обычно причитаем к высшему уровню владения инструментом на самом деле является его элементарным уровнем это почему можно научить понимаете мы как мы учим чему-то потом человеку в течение жизни приспосабливается к инструменту использовать какие-то приемы а вот смотрите не существует нечто что любой пианист воспримет как универсальное свойство пианизма почему бы в высшем выражении одновременно в фундаментальном элементарном какие-то вещи покажутся вам знакомыми какие-то вещи как со всеми знакомыми какие-то вещи интуитивно ощущается мне но не сформулированы ну вот например я не уверен что у меня в окончательном варианте работы как и так наверное будет называться все будет именно в такой последовательности как у меня на этих листочках но вот по какой-то причине я начал вот с чего значит я задал вопрос если вообще основное кто из вас на издалов задался таким вопросом если вообще основное движение на раяль одно одно единственное и основное движение на раяль парадоксальный да вообще парадоксальный просто сам обстановку вопроса да давайте уточним скажем не просто основное движение основное связующее движение и вот тут если вы помните а вы все пианицы помнят не гаузет книжку когда он говорит о том что кратчайшая на раяль не прямая а кривая помните да и помните нарисует вот такую кривую вот такую у нас абсолютно прав в утверждении о кривой он неправильно рисовал не вот это его и на искачаешь а вот это то что название нижней дугой движение рук пианиста профессиональные движения то есть то что должно являться предметом профессионального внимания это вот такие движения рук по нижним тугом вот этим то что есть и вот эти само собой разумеется более того даже на это можно не обращать специального внимания а вот такие движения которые объединяют посмотрите вот скажу очевидно лига сыгран и мне совершенно все равно на каком расстоянии понимаете да это движение обеспечивает ощущение лиги ощущение связи то же самое смотрите да вот эти движения все видите упругие упругие движения понизу вне зависимости от расстояний обеспечивает ощущение связи без всякой педали обратите внимание я вообще буду демонстрировать вам что рояль является полноценным роялем без всякого прикосновения к педали это отдельный будет разговор вот он первый принцип который может сформулировать и обсудить я вам показал как он работает непосредственно на самом деле я считаю универсальным то есть есть у вас возникают проблемы с расстоянием на клавиатуре строймы связи уберите питание и попробуйте по нижним тугам связать фактурные элементы и почти всегда вы найдете решение именно причем конечно это одно движение я вот это вот он первый принцип который который можно назвать универсальным принципом понятно что вот такие вот такое движение не обеспечивает нам полной связи тоже возможно скажем те же картинка с выставки сколько угодно таких примеров можно примеры классические те кто играл вторую санату бетховену хорошо знают эту проблему финале помните тиям пау где у нас бетховен первый томик был где-то так тема какая да это он пишет смотрите он пишет педаль то есть пишет лигу вот эту других случаях он пишет такую да и так далее да вот это все то есть можно было писать да да можно было это может быть только по нижней дуге это невозможно исполнить так чтобы то есть через верх это невозможно только через низ да только через низ еще обратите внимание показывал такое но обратно это тоже действует это первое теперь второй пункт самый сложный те кто у меня были на семинарах 6 лет тому назад наверное помнит как мы занимались микролигами кто-нибудь помнит когда микролигами так а мы сейчас возьмем что дем кусочек сыграю а потом целиком собирают мемажорный двуголосный уже инвенции а а и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Симон 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 но я поменяю местами у меня стоит педаль я сейчас сообразил как я изменю на самом деле следующий плюс у нас будет он будет раз третьим не раз что получается первый принцип большая дуга да и совсем совпадать тему что второй принцип это маленькие дуги этом микро артикуляция третий принцип у нас будет принцип двойной репетиции друзьям это вообще катастрофа что касается двойной репетиции на рояле это какое-то странное историческое событие пианисты забыли зачем и запретена двойная репетиция на рояле кто скажет зачем запрещено 2 на репетицию почему нас учили в школе училище для чего в начале 19 века мастера потратили невероятное количество нет если нас начало 12 невероятно количество интеллектуальных всяких механических вещей чтобы завести механизм двойной репетиции рояль вспомните так двойная репетиция раровский рояль и на которых шопен стал играть так называем француз французская фирма впервые кто вспомнит но я напомню что говорит для увеличения виртуозных возможностей инструмента на репетиции обеспечить обеспечить возможность быстрого повтора правильно то есть вот такие вещи нам же говорят именно это нам говорят о том что двойная репетиция изобретена для увеличения виртуозных возможностей рояля нас обманули двойная репетиция изобретена совершенно для другого я не помню я говорил об этом я по-моему не говорил об этом в прошлый раз друзья мы это самое главное что изобретено в истории рояля вот рояль до изобретения механизма еще не было роялем когда я был забил механизм родился рояль с его душой взял не педаль душа сейчас поменял а педали рассказать да недаром стал говорить о репетиции двойная репетиция душа рояля а не педаль педали это дополнительная душа первая основная душа это двойная репетиция что я имею ввиду давайте посмотрим вот я беру вот это знаменитая шопеновская позиция да ми фа диез соль диез ля диез до или си да ну вот мне удобно внутри этой позиции у нас есть терция фа диез ля диез вот я ее беру смотрю потом я могу ее повторить здесь не очень хороший механизм хотя вообще для москвы очень неплохой рояль что я делаю скажите мне кто опишет что я демонстрирую смотрите не прикасаясь вообще к педали что здесь работает смотрите полное ощущение педальной игры другими словами это способность клавиш механизма вот я нажал смотрите я могу не поднимая пальцев и не вынимая их из клавиатуры и самое извлекать протяженные звуки что я еще делаю я не даю демпферу упасть на струны демпфер не падает смотрите отсюда бесконечность другими словами бесконечная смотрите я вот взял сколько я хочу сколько она будет лица смотрите это еще другой принцип но он взаимосвязан с этим особенно когда здесь или или когда мы мы играем такую фактуру например фактуру из 11 соната битхойна вторая часть это радует играть на двойной репетиции не дать ни секунды ни одной ноте прекратить свое звучание друзья моя туше о которой забыто вообще давно уже забыто такой технике мы вспоминаем как в кода раритете друзья мои это и есть туше что такое изобретение двойной репетиции это изобретение благодаря которому через механику рояля мы прикасаемся через клавиши к струнам не на клавишах друзья мои надо играть на струнах надо играть и только этот механизм обеспечивает игру на струнах понимаете когда я прикасаюсь когда я уже привык я могу без повторов смотрите вот я прикасаюсь сразу к струне понимаете вот он первичный вот он вот когда я начинаю и был бы стенвей еще была такая серебристая еще был бы оттенок такой знаете или хаймаха хорошая мне не нужна педаль чтобы извлечь полноценный настоящий первичный фортепианный звук я специально демонстративного показываю как я сижу не прикасаясь к педали вот это и есть душа это и есть душа рояля попробуйте кто из себя сейчас есть не получится не учили нас этому примитивно что-то получится но вот по-настоящему жить с этим понимать что это основное прикосновение основной тип игры на рояле что это и есть туше и что для того чтобы играть полноценно на рояле нам не нужно все время педаль что мы можем полноценно играть может своим студентам если вы хамольную санатурист или 4 баллада шапана не можете сыграть вообще не прикасаясь к педали так что хорошо звучало вы не умеете играть на рояле я специально беру такие вещи я уже про рахманина мне говорю надо 3 как рахманина уметь от начала до конца полноценно играть ни разу не прикоснувшись к педали так чтобы звучала полноценная фактура пользуясь вот эти механизмы когда кто слышал об этом я понимаете это это удивительная вещь это забыто это начисто забыто это не говорят об этом не внесенском институте не в московской консерватории консерву когда я слышал где об этом еще продолжать говорить знаете такой есть питерский пианист очень известный детский пианист Володя Мещук он слышал ну хоть немножко сейчас профессор он странная вообще на самом деле ситуация в россии у нас некоторые знаменитые в мире пианисты у нас вообще как так совсем у нас мещу папа чем не знаю так вот это самый мещук например я скажу уровень его известности да у него 10 лет уже на рождественские 24 25 января в токио все токио собирается на концерт на рождественский концерт мещука в одном из лучших зала в токио каждый год он играет концерт мещука в токио рождественские 24 25 его любят в японии его любят в японии да вот это красиво любят питере те кто его знает да почему-то у нас не молодой он я думаю что ему где-то лет это 42 он уже маститый уже у него собственный класс в питерской консерватории он маститый пианист я к чему рассказывают мы с ним музицировали недавно он приезжал ко мне владивосток и я его аккомпанировал своим оркестром первый концерт листа вот и мы с ним там поговорим немножко педали и в частности об этом он был совершенно прожженского ты знаешь то что не говоришь я слышал только в италии у нас вообще об этом не говорят не в питере вы как питере не говорят это вообще же элемент питерской школы на самом-то говорит давно уже не вать меня уже этому не учили вот о том что даже давно репетиции я услышал впервые в риме на каком-то семинаре то есть в европе еще помню понимаете да а у нас забыли начисто у нас поэтому не употребляется вообще сейчас московской школе вообще слова туши 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 на так сидят и как это делать туши туши под прикосновение понятно может еще лишь там фехтовально еще те да вот что тоже вот но дело в том что туши это вот конкретно пользовать умение пользоваться именно этой это этим чудом который изобретено памяти это же ведь это же техническое изобретение ведь эти великие мастера когда нашли вот эти переходные вот эти все маленькие детальки вот эти маленькие пружинки вот эти маленькие связующие пленочки там внутри полынаде для того чтобы что сделать вот это вот вот душа рояль я прикасаюсь через это к струне и к душе рояля и знаете что тут еще очень важно это единственный способ чтобы игра на рояле доставила физическое наслаждение другого способа нет любой другой способ травматичен просто поэтому пианисты мучаются часто даже играющий на заказе просто физически мучаются как мы редко встречаем свободную игру который физически доставлял бы наслаждение пианисту а следовательный зал физически помните у рихтер это было угелись это было они их тело наслаждалась их пальцы наслаждались от прикосновения вот это это вот этот механизм это обеспечивает здесь соединяется сразу все механическая особенность рояля и наше физическое наслаждение от умения пользоваться этим механизмом более того это нас освобождает от комплект от педальных комплексов потому что если следующий за этим идет я поговорили о принципе двойной репетиции который фундаментально я который забыл забытое измерение в игре на районе вспоминать надо следующее измерение это педаль друзья мои с педалью катастрофу причем у нас есть голубовская которая написала великолепную книгу о педали ни один пианист не удосудился по-настоящему изучить эту книгу но не удосудить уж никто не использует никто не используя тезис о секунды боязни рассказал основная болезнь пианист боязнь секунд мы чуть слышим секунду сразу бам и придергиваем я говорю это педаль как подтирка себя самой понимаете да педаль вещь друзья мои педаль вещь не слуховая не интуитивная а принципиальная педали надо уметь и знать как пользоваться то есть возьмем шопена кстати вопрос пианистам кто изобрел посмотрите чем отличается грубо говоря я там разделяю в этих записках своих разделяет три типа педали баховскую педаль который я называю фактически нулевой видите мне мне фактически не нужен нет для извлечения для хорошего полноценного звука вообще педаль как бы не нужно в бахе она не нужно иногда можете позволить но в принципе если владеть двойной репетиции и длинной игрой на рояле без педали не обязательно но бахи можно использовать классическую педаль а что такое классическая педаль то есть педаль моцарта гайдена и раннего бетховена принцип такой что видим в нотах то слышим видим четверть без точки играют и точно и заканчиваем кстати это очень трудно услышать например что вот такое снятие починил пианистов не услышишь снятие как отрезание точно не где-то там рядом понимаете да а слышание напряжение всей длительности скажем это че для тебя смотрите у меня еще звук изменился я взял изменился я снял живое длительное звучание и потом мгновенное отрезание до этот так вот что что видим то и слышим ведь видим паузу это акустической в таков в классических текстах у моцарта и гайдена в раннего бетховена пауза есть абсолютная акустическая реальность что видим то слышим бетховен среднем периоде что сделал изобрел романтическую педаль какую которую изменила полностью этот принцип который отменила навсегда принцип что видим то слышим потому что когда он в апосянате пишет одну педаль здесь там же колоссальное количество пауз но играется на одной педали или когда он пишет этот речитатив знаменитый 17-й сонате спорно это место знаменитое да ну так далее это это изобретение бетховена но дело в том что он же был вообще радикальный человек и не боялся ничего кто-нибудь знает его педаль из третьего концерта и второй части третьего концерта кто не знает вообще что что бетховен написал в третьем концерте он же репертуарный его же играют и медленную часть играют а что написал бетховен посмотрите партитуру в партитуре вот изданный сдать с маленькой партитура бетховена там стоит бетховенская педаль я вам сыграю что написал бетховен буквально и что кстати пытается играть и принципиально играть шнабель в своей записи первая смена первая смена он взял свою руку и написал педаль и первую смену только здесь то есть это вообще же невероятная педаль она вообще же невероятна понятно да вот я попытался хорошо на современных мы говорим там были другие рояли да ну даже даже если там были другие рояли но принцип то длинные педали а мы так играем без исполнил без всяких вариантов здесь педаль другая педаль здесь тоже и здесь и здесь тоже обязательно и здесь еще одна педаль и еще одна здесь даже попыток нет сыграть бетховенскую педаль но как мы можем сделать как мы можем адаптировать под учеников это ну чуть чуть короче сделать не об нету сверх длинную педаль да но хотя бы так за счет верхнего голоса за счет верхнего голоса смотрите это что грязно нет вот досюда хотя бы досюда это же было сыграно на одной педали и это абсолютно чисто другими словами еще один предрассудок друзья мои то что мы часто называем так называемой грязной педаль это никакая не грязная педаль это грязная игра руками это не умение распределить звучность а мы это не умение подчищаем бесконечными вот этими дрыганьями к чему мы еще привычаем наших несчастных детей бас-педаль 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 не зависит от того как какой бас понимаете и ведь все играют так друзья мои мещук приехал ко мне известнейший пианист стал играть концерт листа я сразу мы провели репетицию с оркестром и вечером встретились я говорю волоть эти пусть что покажу а ведь он известнейший лауреат лауреатку качаковского кстати мещук он играл вот это место так н н то есть он играл доминанта потом появляется альтерный доминант он менял педаль ну и потом естественно здесь и так все время я ему сказал Володь зачем ты меняешь на радиезе и это же фортепианная педаль именно смешение именно секунда наложения является фортепианной игрой он сказал боже мой зачем я это делаю он на следующую на следующую репетицию пришел поменял всю педаль вот как это риск сказал миша спасибо я совершенно и он говорит боже мой мы же не задумываемся мы не задумываемся об этом а это принципиальная вещь друзья мои на самом деле имейте ввиду что принцип такой лишняя смена это ошибка то есть другими словами сыграть так так вот эта ошибка есть основное единственное правило на рояле если у нас есть один бас и альтерация этой гармонии это играется на той же педали потому что только таким образом вот это звучит это же фортепианное звучит а не вот это и вот это вот это так называемое чистое где не осталось ничего от богатства изобретенного листом потому что у него было принципиально важно это наложение вот вот оно богатство здесь же рождаются дополнительные обертоны противоречащие друг другу здесь отсюда богатство звучания что у шопена берем любимый бездурный ноктюрн вот он сразу дает то что Голубовская назвала педальной идеей вот вдоль и педаль это все одна педаль написанная шопеном здесь первая смена это написано дальше идут в сплошной глупости да если мы сыграем то что написано во всех нотах во всех изданиях известных нам шопена нам придется играть так мы будем буквально принимать звездочку как снятие так написано конечно так никто не играет как мы играем мы играем так называемую запаздывающую педаль правильно но она же не написано написано звездочка то есть глупостей в тексте навязано кстати шопену редакторами редакторами и плохими традициями записи но шопен разбросал гениальные педальные идеи и вот этот педаль 1 на 4 такта позволяет нам позволяет нам играть например такие вещи вот смотрите помните тут есть третье проведение парадоксальная где у шопена стоит три форта помните а как это исполнить вообще как-то исполнить пианисты играют это или пиани си мы или толпят да то есть вот это потому что где я где у меня три форта условная только в правой руки что играет левая пиани си мы это еще один принцип с вами говорим дальше смотрите вот эта большая педальная идея шопеновская позволяет нам играть следующее вот тут мы уже привернуть как си мы как соорудование сейчас 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 мы будем есть и и и и и и и и и Никакой смены. А уж тем более не здесь. Все на одной. Вот она первая смена. Сколько тактов на одной педали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тактов. На одной педали, пользуясь тем, что Голубовская называла педальной идеей. Вот он придумал длинную педаль на четыре такта. И мы нашли, я взял карандаш, и все мои студенты это делают. Проставляют собственную принципиальную педаль, которая звучит... Следующим, друзья мои. Романтическая педаль формулируется так. Там, где можно не снимать, нужно не снимать. Там, где можно оставить педаль, ее необходимо оставить. То есть лишняя смена является ошибкой. Вот что должно сидеть у пианиста, приступающий к романтической музыке. Он должен взять, забыть о редакторской педали. И проставить собственную педаль на этом принципе. Причем это принцип какой? Это принцип, изобретенный Бетховиным. Который подходил и Шуберт, и Шопен, и Шумен. И это частично отразилось в текстах. У нас прелюдии здесь есть? Сейчас. Мой любимый пример. Отдельный вот этой прелюдии 45-го. Убуса. Сейчас. Я не уверен, что здесь есть. Сейчас. А вот, я посмотрю. И вот что? Прелюдия. Вот, кстати, я не знаю, а вот не Гаусс, а Борин. Сейчас посмотрим, кстати, что они, какую педаль они здесь написали. Сейчас мы их сразу. Сохранили. Сохранили Шопеновскую педаль. Друзья мои, смотрите. Уникальный, потрясающий пример. Он противоречит даже принципу сформулированному Голубовскому. Он следует бетховенской идее наложения. То есть, экстремального наложения гармонии. Вообще, гениальная прелюдия. Одно из гениальных сочинений Шопена вообще. Он ставит педаль на номинанте и тоника на той же педали. На той же педали. Это же гениально. Он нашел регистр на рояле, где можно тонику на доминанту положить. Потому что как раз стандартный вариант, да, если у нас есть если у нас есть тоника и на том же басе, скажем, доминанта, ради бога, наложение нормальное. Это классическое наложение. Но когда он ставит доминанту и вот это где он снимает, смотрите во-первых, какое звучание только здесь где он снимает только здесь Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Вот из этого все состоит Но вот эта педаль говорит Друзья мои, для чего? Я вам не показываю частные случаи Я формулирую универсальный принцип Там, где можно не снимать, нельзя снимать То есть пианист обязан искать длинные педали Он обязан сесть и найти возможность Лишний раз не дрыгнуть ногой Понимаете, да? Кстати, в виртуозных вещах это очень важно Еще с точки зрения свободы физической Сейчас скепти Сейчас Вот педаль, рекомендуемая в одной из кульминаций Первой баллады Кто играет первую балладу, запомните, пожалуйста Вот эта кульминация То есть, смотрите, что написано у редактора Здесь Здесь Сняли Да, вот это Сняли И поменяли Да? Это ошибка То есть мы пришли к гармонии Вот мы пришли к гармонии То есть на два такта педаль Все остальное зависит от рук Это принципиально важно Но это не написано Потому что редактора написали Съем на каждый такт Берем Как пишем Педаль На два такта Это работает Этот студент должен делать Понимаете, да? Исходя из этого принципа А изобрел это Бетховен Понимаете, это Это очень важно Что это именно Бетховен изобрел Потому что авторитет Бетховена Который еще предвосхитил Романтическую педаль Безусловен и абсолютен Если в рамках классического стиля Это возможно То что говорить о романтических Вот, значит Это педаль Но педаль, как вы понимаете Вот такая педаль Взаимосвязана с принципом Двойной репетиции То есть сначала я Играю все без педали Но совладением двойной репетиции Так, чтобы извлекать длинные излучности Максимально длинные излучности Туше из рояля Вот через этот механизм Не давая демпферу упасть В основном, понимаете? Вот когда я впервые в своей жизни Это было, между прочим На первом курсе аспирантуры Я до этого додумался Когда я вдруг понял Что я четвертую балладу Шопена Не овладею Если я не смогу ее сыграть Начало до конца без педали Это было для меня Таким внутренним открытием Которое соединилось с тем Что мне говорит Александров Который напрямую это никогда не говорил Но я протезал в качестве принципа И мои руки Причем осознал я это То, что я сейчас формулирую Я осознал только в клайке Когда я стал преподавать Я умел это Задолго до того Как я сформулировал это Потому что я На первом курсе аспирантуры Сел и стал такие вещи Как хамольную листу Четвертую балладу Хаммер-клавир Бетховена Второй концерт Брамса Играть вообще без педали Но вот этим Вот этим прикосновением Я вам показывал На двойной репетиции Я уже играл много раз Хорошо, конечно Я вам четвертую балладу покажу То есть я вам покажу Как пианист должен мучиться Да, то есть вот так Когда я готовлю четвертую балладу Я играю так Часово Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, что у меня делают руки По нижним дугам По нижним дугам Все Не вот это, да Вот это Вот это Понимаете, да А беспедальная игра привык к тому Что мои руки Сами начинают играть Вот по этим дугам Тем самым Друзья мои Что Что я добиваюсь Таким образом Я добиваюсь свободы Рук от ног Развязать же нужно Друзья мои Ноги, руки Надо развязать А мы их связываем На всю жизнь Комплекс Я бы сказал Комплекс пианистов Бас, нога Бас, нога Когда я принимал госэкзамены В Петербургской консерватории Три года тому назад Ребята Рапоят Я Педагогов Пойдем Тебя покажу Мы вышли В этот самый В коридор На втором этаже Питерской консерватории Я их подвел Классу Где написано Здесь работала Профессор Голубовская Ребята Что ваши ученики Играют Почему они меняют Педаль на карте И подменю Педаль на каждый бас Что это Откуда Мы забыли Как мне Мещук Сказал Ух ты Как здорово Но Мещук Талантливый человек И мобильный За одну репетицию Он изменил На оркестр Пришел Изменив полностью Всю педаль В первом конце Терриста Человек Настолько свободно Владимиричными Рефлексами Что он может Один рефлекс Заметь на другой Нетравматичны Для себя Понимаете Да Только ему Идея понравилась Он это сделал Целиком Спасибо Володенька Мы подружились На всю жизнь После этого Потому что Ну как Мы с ним Познакомились На репетиции Я к нему Сказал И он не сказал Не надо меня Учить играть На рояле Понимаете Как здорово Как интерес Изменил И изменил Второй репетиции Ну вот Это Вопрос О том Как музыканты Должны Таким вещам Относиться И Честь ему Хвала Володя Он говорит Я учусь Забахи Рассказал Тоже Такое Он мне Пишет Смс Пошел В класс Слушай Миш Работает Работает Говорит Давайте попробуем Дальше Подробности Я тут довольно подробно Пишу Между прочим Я пишу О том Какие типы Педали И что такое Так называемая Запаздывающая Педаль Если вы помните Запаздывающую Педаль Легал Не Гаус Он говорит Не существует Запаздывающая Педаль Существует Только Своевременная Педаль Сказал Не Гаус Но это Извините Это чушь Запаздывающая Педаль Это обозначение Технического Способа Играть Педаль Она запаздывает Потому Что мы берем Накладываем Сначала Предыдущую Гармонию Бас Накладываем Предыдущую Поднимаем После этого Поднимаем Ногу И потом Кладем ее То есть Запаздывающая Педаль Это обозначение Того Как ее Играть Убрать Терминологию И сказать Повесить Слово Своевременную Это убрать Самое главное Как это делать Прием В слове Запаздывающая Педаль Фиксируется Прием Игры Давайте Посмотрим Что же происходит На самом деле При запаздывающей Педали Друзья У меня 7 пунктов То есть Каждый раз Когда мы Используем Запаздывающую Педаль Мы должны Обратить внимание На 7 Моментов Того Что происходит И желательно Это осознать И научиться Причем Эти 7 моментов Помогут Смотрите Никакие Не выдуманные Совершенно Нормальные Органические Вещи Пишу Последовательность Действия Такого Вот я Беру Аккорд Я могу Взять без Педали Я могу Нажать педаль И уже Взять на Педали И то и другое Работает Вот я пишу Первый Первый принцип Взять ноту Или аккорд Дальше Пишу Нажать Педаль Нажать педаль Вот взял Нажал Или держать Если Сначала Взять педаль Или мы Нажимаем И потом берем Это уже Два пункта Потому что Взять ноту Это одно Педаль Это уже Второй пункт Дальше Взять следующую Ноту Или аккорд Услышать Мгновение Наложения Взять следующую Ноту Или аккорд Это третий Пункт Четвертый Услышать Мгновенное Микроналожение На предыдущее Звучание Беру следующий Аккорд Услышал Поднял Очистил Это уже Четыре пункта После этого Гибко и точно Нет Услышать Мгновенное Микроналожение Четвертый Гибко и точно Поднять педаль Это пятый Держа пальцем Вот у нас есть момент Когда мы держим А педаль Еще не нажата В этот момент Мы должны услышать Это Потом Гибко и точно Поднять Да Держа пальцем На эту педаль И услышать Услышать чистую Гармонию Это шестой пункт И тут же гибко и точно Опустить педаль Это седьмой пункт Семь Вот в одном Это простейшем Ни одни нельзя пропустить Взятие Нажатие Взятие Слышать что сначала Нет Сначала услышать грязную Наложение И потом очистить Момент микроналожения Обязателен Вот этот момент Смотрите И очищение Обязательно услышать Нажать Это семь пунктов Друзья мои Этим нужно владеть В простейшем Взятие Двух рядов Аккордов И эту педаль Можно назвать Хорошо Не запаздывающая Как ее можно еще назвать Связующая педаль Ну вот Два хороших термина Связующая И не запаздывающая Педаль Так это же надо Этим надо владеть Достаточно пропустить Главное Пропустить Слышание Наложение А потом очищение Чаще всего Именно это Поставить Слуху пианицу Пианицу Потому что надо Абсолютно идеально Когда мы играем Такие вещи Да Я правда сейчас Плохой пример Потому что у Муцарского Конечно На сплошной Педаль Но если мы Скажем Взять Наложение Очистили Услышали Чистую гармонию Да Очистили Услышали Нажали Чаще всего Пианисты Именно это Не слышат Момент наложения Очищение И опускание Педаль На абсолютно чистую Держащуюся руками Гармонию Вот вам Анализ Простейший Но это нужно владеть Это можно сформулировать Это можно научить А не так Как мы понимаете Мы же на самом деле Полудилетанты Друзья мои Мы же пианисты Полудилетанты Мы же не знаем Как делается Самое главное Что у нас Происходит на районе Мы не знаем Как микроартикуляция Мы не знаем Двойной репетиции Мы не знаем Как играется педаль Мы все знаем Приблизительно Мы это знаем Так сказать По слуху Как бы Понимаете Обратите внимание Но тем самым Мы предъявляем Слишком низкие Требования Слуху Мы считаем Что у нас Есть некий Природный Музыкальный слух И нам якобы Его достаточно А я вам рассказал Про микроартикуляцию Теперь ваш слух Стал На порядок Тоньше Только потому что Я вам это рассказал И показал Я вам рассказал Про педаль Теперь ваш слух Будет тоньше Я вам покажу Дальше еще более Уникальные примеры Когда просто Посмотреть в текст Понять Что там написано И ваш слух Навсегда изменится А не так Как мы учим Своих несчастных Сначала услышь Потом сыграть Ну ничего подобного Увить Сделай И ты услышишь Нечто новое Что ты не слышал Никогда до этого А заложено Это в тексте У великих мастеров Это заложено В тексте Надо просто текст Уметь читать Друзья Мой нотный текст Это совсем не то Что нам рассказывали Это не приблизительное Отражение Неких гениальных Слуховых идей А наоборот Самое тонкое Самое непредсказуемое И самое Виртуозное Что изобретено Это великий Нотный текст В котором бесконечное Количество Помните как Гохман говорил Да Дайте мне Страницу Шопена И все великие Исполнения Шопена Я вам покажу Что страница Шопена Текст Шопена Бесконечно богаче Чем любое Великое исполнение А ведь это было Серьезное утверждение Гохмана Друзья мои Серьезное Он был Знаете Что Гохман был Кроме того Что он был Пианистом Великим Он был Великим Изобретателем Знаете Знаете Чтобы дворники На машине Забрел Гохман Вот эти Которые были Во время войны Вот эти Это Гохман Это патент Гохмана Иосифа Гохман Великого пианиса У него здесь Все было в порядке И когда Да И когда он говорил Что я вам покажу По нотному тексту Что нотный текст Бесконечно богаче Они беднее Даже уверяют Нотный текст Это схема Бедная На самом деле Самое главное Это то Что происходит Вот сейчас Да ничего подобного Я вам сейчас покажу Примеры Которые показывают Что такое У меня есть статья Которая называется Величие нотного текста Я вам сейчас покажу Что творят Великие мастера По-моему По-моему Я это показывал В прошлый раз Но как бы Без такого пафоса И без такой подробности Баллады Шопена Четвертая баллада Та же самая Которая мы уже играли Без педали Я вам Сейчас Давайте посмотрим Послушаем Немножко И Я вам покажу Начало Четвертой и второй Баллады Шопена Чтобы показать вам Что такое нотный текст Шопена Сначала Выиграю Баллады Шопена Баллады Шопена Баллады Шопена Баллады Шопена Воя Баллады Шопена Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Сейчас отдельно, про голосоведение, смотрите, видите, что я сыграл, кто-нибудь обращал внимание, что Шопен здесь написал в басу лигу, восьмую с точкой поставил в басу, то есть он, если перед этим, у него просто шестнадцатые идут, только здесь он написал вдруг. Это же написано. Кто обращал на это? Никто. Я из десяти великих пианистов-то одного, дай бог, слышу, чтобы обратили внимание на то, что написано здесь. Дальше. Дальше что он пишет, смотрите, знаменитое начало главной партии. Где сильная доля? Это синкопа. Начало темы синкопы. Одна единственная нота. Он написал синкопу. А ведь большинство пианистов играет по слуху же. Просто кладут и слушают. Ну и слушают, да? А ведь это что происходит на самом деле? Здесь же опора. Вот мы взяли, сняли педаль, а можно и без педали, можно сыграть, ради бога, другую педаль. Можно сменить педаль прямо здесь. И все равно услышать главную долю не в момент взятия, а вот здесь, смотрите. Причем изменение звука же происходит. Вот здесь сильная доля. Друзья мои, а что такое синкопы? Это чисто текстовая вещь. Никто из вас, не посмотрев ноты Шопена, никогда в голову даже не придет, что Шопен написал здесь синкопу, восьмушечку. Только посмотрев внимательно на текст Шопена, у вас есть шанс это услышать. Да еще тех пианистов, которые еще потратятся, дадут себе труд это сыграть, эту синкопу. Но ведь это текст, это синкопа, это элемент текста. Кстати, уверяю вас, у Шопена был вариант написать на сильную долю. Он подумал, сказал, нет, давайте-ка я перемещу. Не потому, что он услышал, а потому, что он понял, что неустойчивость идеи, зависание и вторая волна акционы для него важны. Он увидел тактовую черту и понял, что если он сдвинет нотку левее, получится более интересный, тонкий композиторский вариант, чем если он напишет на сильную долю. Это работа с текстом, с элементом текста, с тактовой чертой. Причем тактовая черта здесь не означает акцент. Это какой акцент? Это какой-то акцент. Но не динамический, да? Это внутренний акцент, да? О, я еще могу. Еще одна волна. Еще одна волна, да? Ну ладно, пошли дальше. На слух. Какая-то доля? Вот эта. Первая. А ведь это вторая. Первая, вот она. Это значит, что... Где это важно? Смотрите. Вот сильная доля. А как он поиграет абсолютное большинство пианистов? По слуху. Значит, давайте посмотрим внимательно на этот мотив. Вот этот знаменитый мотив, да. Он проходит восемь раз в течение всей главной партии четвертой баллады Шопена. Восемь раз. В первый раз он проходит... Попадает сильные доли сюда. Это слабая доля. Второй раз. Как раз наоборот. Третий раз повтор того, что было. И, наконец, четвертый раз возвращается к первому варианту. Другими словами, перемещая мотив относительно тактовой черты, Шопен записывает рубата, потому что первая доля — это агогически выделенный момент, а не акцент в обычности этого слова. Он записывает агогику. Причем, обратите внимание, как он делает. Если мы обозначим варианты... Первый вариант. Знаете, работать мозгами никогда не вредно. В отличие от того, что нас в последнее время учат. Интуиция, интуиция, интуиция. Работать мозгами. Вот у него первый вариант. А. Мы его назовем А. Тогда, когда у нас сильные доли, приходят сюда. Второй вариант. Потом опять Б. Да? И потом опять А. Получается А, Б, Б, А. Кто помнит, что это такое? А, Б, Б, А. Это рифмовка сонета. Это рифмовка сонета. Классического. Так называемая опоясывающая рифма. Но Шопен же на этом не останавливается, друзья мои. Ты там первую половину темы сыграл. Дело в том, что он же проводит еще раз тему, правильно? Целиком. Полностью меняя последовательность. То есть, у него Б оказывается первым вариантом. Да, то же самое. Те же ноты. То, что у нас было А, стало Б. А. То, что было Б, стало А. Опять А. И, наконец, опять Б. Он проводит два раза и ни разу не повторяется, друзья мои. Мы это обнаружили, каким образом? Посмотрев, что написал Шопен. Не по слуху, друзья мои. Это как мое любимое одесское выражение из школы. Вероятно, еще времен из школы столярского одесски. Когда бабушка говорится, сынок, внучек, не играй по слухам, играют по нотам. А мы же все по слухам и края, друзья мои. Мы же по слухам играем. Мы полупрофессионалы. А что, смотрите, что происходит. Шопен меняет позицию мотива относительно тактовой сетки, относительно тактовой черты. Представляет то на первую долю, то на вторую. Это запись, это его рекомендация. Друзья мои, обратите внимание, что я написал, потому что это возможный вариант вашего рубата. Дополнительный агогический акцент на сильных долях и отсутствует акцент на слабых. Другими словами, что получается? Другими словами, проанализировав эту вещь, увидев это в нотном тексте, мы получили какой вариант в результате? Гораздо более иррациональный. Гораздо более непредсказуемый. Чем если мы будем играть по слуху, так называемой, по нашей интуиции. Друзья мои, наш слух инерционен, исследует трафаретам и шаблонам, которые нам, кстати, еще и нравятся. Мы еще любим купаться в этих наших, в своих. А нотный текст разрушает это. Шопен разрушает инерцию восприятия. Друзья мои, я написал каждый раз по-разному. Обратите на это внимание. Причем каждый раз мера этого рубата зависит от вас. Мера этого рубата зависит от вас. Распределение рубата зависит от вас. Игра этими вещами, то есть, другими словами, интеллектуальное усилие приводит не к интеллектуальному типу игры, а наоборот гораздо более интуит, гораздо более непредсказуемому, гораздо более тонкому, гораздо более творческому. Так устроен нотный текст. Он разрушает наши привычки, которые мы так любим. слушать все время одно и то же, годами. Понимаете, да? И уверять самих себя, что нам это нравится, кроме всего прочего. А надо просто посмотреть, что происходит. Вторая баллада. Смотрим вторую балладу. Любимую, да, с детства. Каждый же помнит, когда первый раз слышал вторую балладу, правда? Все же помнят. Это же незабываемо. ura categories. Учимая, да, сon Atiye. Учимая, да, с EPA, Королепот. Учимая, да, сейта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот так просто сказать, понимаете, 3, 4 и к разу обратиться. Это что, формальность? Это что, формальный счет? Это, наоборот, вдыхает весь смысл. 3, 4, давайте дальше почитаем. 1, 2 здесь, 2, а не здесь. Как у нас играет по слуху? Сильная доля, а это слабая доля. Здесь сильная доля второго такта. Сильная доля слабого такта, друзья мои. Сильная доля слабого такта. Еще раз почитаем. 3, 4, 1, какая у меня длинная, видите? Длинная, я не хочу с ней расставаться. И вы даже это не услышите, Господи. Потому что это естественно. Я ее удлиняю, вы даже не услышите. Это второй. Это третий такт. Четвертый такт, доминанта. Друзья мои, у нас каданс приходится на какой такт? На четвертый. Самый слабый такт. Значит, мы здесь не имеем права сидеть. А как играют по слуху пианисты? Всегда играют одинаково. Посидели. Обязательно. Особенно, когда тоника. Особенно, когда тоника. Вот это. Обязательно здесь. Посидели. А это четвертый такт, друзья мои. То есть третий. Четвертый. Давайте пройдем все. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Поэтому он мимо. Первый, вот он. Вот он первый. Поэтому я могу второй. Третий. Четвертый. Поэтому он дальше идет. И вот здесь у него синкопа. Две синкопы. И вот здесь. Вот здесь. Первый такт. Понимаете? После синкоп. Это синкопа. Еще и это. И вот здесь. Раз. Я могу делать, смотрите. Четыре. И раз. Сколько угодно я могу увеличить. Здесь раз. И вы даже не заметите. Потому что это истинно. У нас насилие молодой. Он, я думаю, что ему где-то лет. Где-то 42. Где-то вот так. Он уже маститый. Он уже. У него собственный класс в питерской консерватории. Он маститый пианист. Я к чему рассказываю? Мы с ним музыцировали недавно. Он приезжал ко мне в Владивосток. И я ему аккомпанировал своим оркестром. Первый концерт листа. И мы с ним там поговорим немножко о педали. И в частности об этом. Он был совершенно поражен. Сказал, ты знаешь, что ты не говоришь, я слышал только в Италии. У нас вообще об этом не говорят. Не в Питере. Как в Питере не говорят? Это вообще же элемент питерской школы. Да говорит, давно уже не говорит. Меня уже этому не учили. Вот о том, что я говоришь о одной репетиции, я услышал впервые в Риме на каком-то семинаре. То есть в Европе еще помню. Понимаете, да? А у нас забыли начисто. У нас поэтому не потребляется вообще сейчас в Московской школе вообще слово тушать. Вы слышите? Она последний раз услышали. Слово туши... Нет, и как это делать? Туши как? Нет, туши это вот прикосновение. Понятно? Может, это еще фехтовальный термин? Да. Вот что тоже. Но дело в том, что туши это конкретно умение пользоваться именно этим чудом, которое изобретено. Поймите, это же техническое изобретение. Ведь эти великие мастера, которые нашли вот эти переходные, вот эти все маленькие детальки, вот эти маленькие пружинки, вот эти маленькие связующие пленочки там внутри. Блынадия. Для того, чтобы... что сделать? Вот это. Вот душа рояля. Я прикасаюсь через это к струне и к душе рояля. И знаете, что тут еще очень важно? Это единственный способ, чтобы игра на рояле доставила физическое наслаждение. Другого способа нет. Любой другой способ травматичен. Поэтому пианисты мучаются часто. Даже играющие иногда пианисты. Просто физически мучаются. Как мы редко встречаем свободную игру, которая физически доставляла бы наслаждение пианисту, а следовательно и залу. Физически, помните, у Лихтера это было, у Килиса это было. Их тело наслаждалось, их пальцы наслаждались от прикосновения. Так вот это, это, вот этот механизм это обеспечивает. Здесь соединяется сразу все. Механическая особенность рояля и наше физическое наслаждение от умения пользоваться этим механизмом. Механизм, более того, это нас освобождает от педальных комплексов. Потому что следующее за этим идет, мы поговорили о принципе двойной репетиции, которые фундаментальны, о которых забыт. Забытое измерение в игре на рояле. Вспоминать надо. Следующее измерение это педаль. Друзья мои, с педалью катастроф. Причем у нас есть Голубовская, которая написала великолепную книгу о педали. Ни один пианист не удосудился по-настоящему изучить эту книгу. Не удосудился, потому что никто не использует. Никто не использует, во-первых, ее тезис о секунде боязни. Я бы сказал, основная болезнь пианиста, это боязнь секунд. Мы чуть слышим секунду, сразу бам, и придергиваем. Я говорю, педаль как подтирка себя самой. Понимаете, да? Педаль вещь, друзья мои, педаль вещь не слуховая, не интуитивная, а принципиальная. Педалью надо уметь и знать, как пользоваться. То есть, возьмем Шопена. Кстати, вопрос с пианистом. Кто изобрел, вот смотрите, чем отличается, грубо говоря, я там разделяю в этих записках своих, я разделяю три типа педали. Баховскую педаль, которую я называю фактически нулевой. Вы видите, мне фактически не нужен. Мне для извлечения, для извлечения хорошего полноценного звука вообще педаль как бы не нужна. В Бахе она не нужна. Иногда можно себе позволить. Но, в принципе, если владеть двойной репетицией и длинной игрой на рояле без педали, не обязательно. Но в Бахе можно использовать классическую педаль. А что такое классическая педаль? То есть, педаль Моцарта, Гайдена и раннего Бетховена. Принцип такой. Что видим в нотах, то слышим. Видим четверть без точки. Играем и точно ее заканчиваем. Кстати, это очень трудно услышать, например, что вот такое снятие почти ни у пианистов не услышишь. Снятие как отрезание точно не где-то там рядом, понимаете, да? А слышание напряжения всей длительности. Скажем, это чей для тебя. Потом, смотрите, у меня еще звук изменился. Вот я взял, изменился, я снял. Живое длительное звучание и потом мгновенное отрезание. Да? Этот. Так вот. Что видим, то и слышим. Видим паузу. Это акустическая. В классических текстах у Моцарта и Гайдена, у раннего Бетховена, пауза есть абсолютная акустическая реальность. Что видим, то слышим. Бетховен в среднем периоде что сделал? И запрел романтическую педаль. Какую? Которую изменила полностью этот принцип. Которую отменила навсегда принцип, что видим, то слышим. Потому что, когда он в Аппосянате пишет одну педаль здесь. Там же колоссальное количество пауз. Но играется это на одной педали. Или когда он пишет этот речитатив знаменитый. В 17-й сонате. Спорно это место знаменитое. Ну так далее. Это изобретение Бетховена. Но дело в том, что он же был вообще радикальный человек. И не боялся ничего. Кто-нибудь знает его педаль из третьего концерта, из второй части третьего концерта? Кто-нибудь знает вообще, что Бетховен написал в третьем концерте? Он же репертуарный. Правильно? Его же играют. И медленную часть играют. А что написал Бетховен? А для наших, посмотрите, партитуру. У него в партитуре изданная в издательстве Петерс. Маленькая партитура Бетховена. Там стоит Бетховенская педаль. Я вам сыграю, что написал Бетховен буквально. И что, кстати, пытается играть и принципиально играть Шнабель в своей записи. Первая семена. Первая смена. Он взял свою руку и написал педаль, и первую смену только здесь. То есть это вообще же невероятная педаль. Она вообще же невероятная. Понятно, да? Вот я попытался, хорошо, на современных мы говорим, там были другие рояли, да? Ну даже, даже если там были другие рояли. Но принцип-то длинные педали, а? А мы как играем? Без всяких вариантов. Здесь педаль, другая педаль. Здесь тоже и здесь. И здесь тоже обязательно. И здесь еще одна педаль. И еще она здесь. Даже попыток нет сыграть Бетховенскую педаль. Но как мы можем сделать, как мы можем адаптировать под учеников это? Ну чуть-чуть короче сделать. Не эту сверх длинную педаль, да? Ну хотя бы такую. За счет верхнего голоса. Смотрите. Это что, грязно? Нет? Вот досюда хотя бы. Хотя бы досюда. Это же было сыграно на одной педали. И это абсолютно чисто. Другими словами, еще один предрассудок. Друзья мои, то, что мы часто называем так называемой грязной педалью, это никакая не грязная педаль. Это грязная игра руками. Это неумение распределить звучность. А мы это неумение подчищаем бесконечными вот этими дрыганьями. К чему мы еще приучаем наших несчастных детей? Бас-педаль, бас-педаль, бас-педаль. Не зависит от того, какой бас. Понимаете? И ведь все играют так, друзья мои. Мещук приехал ко мне. Известнейший пианист. Стал играть концерт Листа. Я сразу, мы провели репетицию с оркестром. И вечером встретились. Я говорю, Володь, дай тебе кое-что покажу. А ведь он известнейший лауреат. Лауреат он Харчаковского, кстати. Мещук. Он играл вот это место так. То есть он играл доминанта, потом появляется альтерина доминанта. Он менял педаль. Ну и потом, естественно, здесь. И так все время. Я ему сказал, Володь, зачем ты меняешь на радиезе? Это же фортепианная педаль. Именно смешение, именно секунда, наложение является фортепианной игрой. Он сказал, Боже мой, зачем я это делаю? Он на следующую репетицию пришел, поменял всю педаль. Сказал, Миша, спасибо. Я совершенно... И он говорит, Боже мой, мы же не задумываемся. Мы не задумываемся об этом. А это принципиальная вещь, друзья мои. На самом деле, имейте в виду, что принцип такой. Лишняя смена — это ошибка. То есть, другими словами, сыграть так. Так. Вот эта ошибка. Есть основное, единственное правило на рояле. Если у нас есть один бас и альтерация этой гармонии, это играется на той же педали. Потому что только таким образом... Вот это звучание. Давайте. Это же фортепианное звучание. А не вот это. И вот это. Вот это, так называемое, чистое. Где не осталось ничего от богатства, изобретенного листом. Потому что для него было принципиально важно это наложение. Вот. Вот оно, богатство. Здесь же рождаются дополнительные обертоны, противоречащие друг другу здесь. Отсюда богатство звучания. Что у Шопена. Берем любимый, бездурный Ноктюрн. Вот он сразу дает то, что Голубовская назвала педальной идеей. Это все одна педаль. Написано Шопеном, естественно. Первая смена. Это написано. Дальше идут сплошные глупости. Если мы сыграем то, что написано во всех нотах, во всех изданиях, известных нам Шопена, нам придется играть так. Если мы будем буквально принимать звездочку, как снятие. Сейчас сыграем, как написано. Так написано. Конечно, так никто не играет. Как мы играем? Мы играем так называемую запаздывающую педаль. Правильно? Но она же не написана. Написана звездочка. То есть глупостей в тексте, навязана, кстати, Шопену редакторами и плохими традициями записи. Но Шопен разбросал гениальные педальные идеи. И вот эта педаль первая на четыре такта позволяет нам играть, например, такие вещи. Вот смотрите. Помните, тут есть третье проведение, парадоксальное, где у Шопена стоит три форта. Помните? А как это исполнить? Вообще, как это исполнить? Пианисты играют это или пианиссимо, или долбят. То есть вот это потом. Где у меня три форта? Условная. Только в правой руке. Что играет левая? Пианиссимо. Это еще один принцип. С вами говорим. Дальше. Смотрите. Вот эта большая педальная идея, шопеновская, позволяет нам играть следующее. Вот тут мне нужно перевернуть. Вот теперь, да? Здесь играем. Никакой смены. А уж тем более не здесь. Все на одной. Вот она первая смена. Сколько такт на основной педали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тактов. Тактов на одной педали, пользуясь тем, что Голубовская называла педальной идеей. Вот он придумал длинную педаль на четыре такта. И мы нашли. Я взял карандаш. И все мои студенты это делают. Проставляют собственную принципиальную педаль. Которая звучит. Следующим, друзья мои. Романтическая педаль формулируется так. Там, где можно не снимать, нужно не снимать. Там, где можно оставить педаль, ее необходимо оставить. То есть лишняя смена является ошибкой. Вот что должно сидеть у пианиста, приступающего к романтической музыке. Он должен взять, забыть о редакторской педали. И поставить собственную педаль на этом принципе. Причем это принцип какой? Это принцип, изобретенный Бетховиным. Который подходил и Шуберт, и Шопен, и Шуман. И это частично отразилось в текстах. У нас прелюдии здесь есть? Сейчас. Мой любимый пример. Отдельный, вот это из прелюдии 45-го фобуса. Сейчас. Я не уверен, что здесь есть. А вот, все посмотрим. И на что? Прелюдии. Вот, кстати, я не знаю о том, а вот не Гаусс, а Борин. Сейчас посмотрим. Кстати, что они, какую педаль они здесь написали. Сейчас мы их сразу. Сохранили. Сохранили Шопеновскую педаль. Друзья мои, смотрите, уникальный, потрясающий пример. Он противоречит даже принципу, сформулированному Голубовскому. Он следует бетховинской идее наложения. То есть, экстремального наложения гармонии. Вообще, гениальная прелюдия. Одно из гениальных сочинений Шопена вообще. Он ставит педаль на доминанте, и тоника на той же педали. На той же педали. Это же гениально. Он нашел регистр на рояле, где можно тонику на доминанту положить. Потому что как раз стандартный вариант, да, если у нас есть тоника, и на том же пасе, скажем, доминанта, ради бога, наложение нормальное. Это классическое наложение. Но когда он ставит доминанту, и вот это, и где он снимает, смотрите, во-первых, какое звучание. Только здесь. Где он снимает? Только здесь. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот из этого все состоит. Но вот эта педаль говорит, друзья мои, для чего? Я вам не показываю частные случаи. Я формулирую универсальный принцип. Там, где можно не снимать, нельзя снимать. То есть пианист обязан искать длинные педали. Он обязан сесть и найти возможность лишний раз не дрыгнуть ногой. Понимаете, да? Кстати, в виртуозных вещах это очень важно еще с точки зрения свободы физической. Сейчас, скерть. Сейчас. Вот педаль, рекомендуемая в одной из кульминаций первой баллады. Кто играет первую балладу, запомните, пожалуйста, эту. Вот эта кульминация. Здесь не надо менять. То есть, смотрите, что написано у редактора. Здесь сняли. Сняли. Это ошибка. То есть мы пришли к гармонии. Вот мы пришли к гармонии. Здесь не надо менять. Здесь не надо. То есть на два такта педаль. Все остальное зависит от рук. Это принципиально важно. Но это не написано, потому что редактора написали съем на каждый такт. Берем, как пишем, педаль на два такта. Это работает. Этот студент должен делать, понимаете, да? Исходя из этого принципа. А изобрел это Бетховен. Понимаете, это очень важно, что это именно Бетховен изобрел. Потому что авторитет Бетховена, который еще предвосхитил романтическую педаль, безусловен и абсолютен. Если в рамках классического стиля это возможно, то что говорить о романтических? Вот. Значит, это педаль. Но педаль, как вы понимаете, вот такая педаль, взаимосвязана с принципом двойной репетиции. То есть сначала я играю все без педали, но совладением двойной репетиции так, чтобы извлекать длинные излучности, максимально длинные излучности. Тушер из рояля вот через этот механизм, не давая демпферу упасть в основном, понимаете, да? Вот когда я впервые в своей жизни. Это было, между прочим, на первом курсе аспирантуры я до этого додумался. Когда я вдруг понял, что я четвертую балладу Шопена не овладею, если я не смогу ее сыграть начало до конца без педалей. Это было для меня таким внутренним открытием, которое соединилось с тем, что мне был Александров, который напрямую это никогда не говорил. Но я протезал в качестве принципа. И мои руки, причем осознал я это, то, что я сейчас сформулирую, я осознал только в клаве, когда я стал преподавать. Я умел это задолго до того, как я сформулировал это. Потому что я на первом курсе аспирантуры сел и стал такие вещи, как хамольную листу, четвертую балладу, хаммер-клавир Бетховена, второй концерт Брамса. Играть вообще без педали, но вот этим прикосновением, который я вам показывал на двойной репетиции. А может, что он немножечко наиграет, но как это звучит? Так я уже играл много раз. А, хорошо, конечно. Я вам четвертую балладу покажу. То есть я вам покажу, как пианист должен мучиться. Да, то есть вот так, когда я готовлю четвертую балладу, я играю так. Сейчас. А, хорошо. Кстати, что у меня делают руки? По нижним дугам. По нижним дугам. И вот это, да? Вот это. Понимаете, да? А беспедальная игра привык к тому, что мои руки сами начинают играть вот по этим дугам. Тем самым, друзья мои, что я добиваюсь таким образом? Я добиваюсь свободы рук от ног. Развязать же нужно. Друзья мои, ноги, руки надо развязать. А мы их связываем на всю жизнь. Комплекс, я бы сказал, такой комплекс пианиста. Бас, нога, бас, нога. Когда я принимал госэкзамены в Петербургской консерватории три года тому назад, ребята Рахманина, я педагогов собрал, сказал, что пойдемте, я кое-что покажу. Мы вышли в коридор на втором этаже Петербургской консерватории. Я их подвел к классу, где написано, здесь работала профессор Голубовская. Ребята, что ваши ученики играют? Почему они меняют педаль на каждый бас? Что это? Откуда? Говорит, а мы забыли. Как мне Мещук сказал? Ох, ух ты, как здорово. Но Мещук, талантливый человек и мобильный. За одну репетицию он изменил. На оркестр пришел, изменив полностью всю педаль в первом концерте риска. То есть, человек настолько свободно владеющимися рефлексами, что он может один рефлекс заменить на другой, нетравматичный для себя. Только ему идея понравилась, он это сделал. Целиком. Я говорю, спасибо, Володенька. Мы подружились на всю жизнь после этого. Потому что, ну как? Мы с ним познакомились на репетиции, я от него ему сказал, и он не сказал, не надо меня учить играть на рояле. Он сказал, как здорово, как интерес, и изменил все, как второй репетиции. Понимаете, да? Ну вот это, так сказать, к вопросу о том, как музыканты должны к таким вещам относиться. И честь ему хвала, Володя. Он говорит, я учусь о Бахе рассказал тоже такое. Он мне пишет смс-ку. Пошел в класс, слушай, Миш, работает. Он говорит, работает, говорит. Это работает. Вот. Давайте попробуем дальше. Подробности, я тут довольно подробно пишу, между прочим. Я пишу о том, какие типы педали, и что такое так называемая запаздывающая педаль. Если вы помните, запаздывающая педаль легал не гаусс. Он говорит, не существует запаздывающая педаль, а существует только своевременная педаль. Сказал не гаусс. Но это, извините, это чушь. Запаздывающая педаль – это обозначение технического способа играть педаль. Она запаздывает потому, что мы берем, накладываем сначала, да? Предыдущую гармонию, бас накладываем предыдущую, поднимаем, после этого поднимаем ногу, и потом кладем ее. То есть запаздывающая педаль – это обозначение того, как ее играть. Убрать терминологию, сказать, повесить слово «своевременную» – это убрать самое главное. Как это делать? Прием. В слове «запаздывающая педаль» фиксируется прием игры. Давайте посмотрим, что же происходит на самом деле при запаздывающей педали. Друзья, у меня 7 пунктов. То есть каждый раз, когда мы используем запаздывающую педаль, мы должны обратить внимание на 7 моментов того, что происходит. И желательно это осознать и научиться. Причем эти 7 моментов помогут. Смотрите. Никакие не выдуманные, совершенно нормальные органические вещи. Пишу последовательность действий на кого. Вот я беру аккорд, скажем так. Я могу взять без педали, а могу нажать педаль и уже взять на педали. И то, и другое работает. Вот я пишу. Первый принцип – взять ноту или аккорд. Дальше пишу – нажать педаль. Нажать педаль. Вот взял, нажал. Или держать, если сначала взять педаль. Или мы нажимаем и потом берем. Это уже два пункта. Потому что взять ноту – это одно. Педаль – это уже второй пункт. Дальше. Взять следующую ноту или аккорд. Услышать мгновение наложения. Взять следующую ноту или аккорд. Это третий пункт. Четвертый пункт. Услышать мгновенное микроналожение на предыдущее звучание. Беру следующий аккорд. Услышал, поднял, очистил. Это уже четыре пункта. После этого гибкой точно… Нет, услышать мгновенное микроналожение четвертый. Гибкой точно поднять педаль – это пятый. Держа, поэтому очень важно, что мы держим. Держим. Вот у нас есть момент, когда мы держим, а педаль еще не нажата. В этот момент мы должны услышать это. Потом гибкой точно поднять. Держать, да, держа пальцы на эту педаль и услышать чистую гармонию. Это в шестой пункте. Тут же гибкой точно опустить педаль. Это седьмой пункт. Семь. Вот в одном этом, простейшем. Ни одни нельзя пропустить. Взятие. Нажатие. Взятие. Слышать что сначала? Нет. Сначала услышать грязную. Наложение. И потом очистить. Момент микроналожения обязателен. Вот этот момент, смотрите. И очищение. Обязательно услышать. Нажать. Это семь пунктов. Этим нужно владеть. В простейшем взятии двух рядом аккордов. И эту педаль можно назвать хорошо. Незапаздывающая. Как ее можно еще назвать? Связующая педаль. Ну вот два хороших термина. Связующая или запаздывающая педаль. Так это же надо, этим надо владеть. Да, достаточно пропустить одно. Главное пропустить слышание, наложение, а потом очищение. Чаще всего именно это поставить, кстати. Слух у пианизма. Потому что надо абсолютно идеально. Вот когда мы играем такие, скажем, вещи, да. Ну я, правда, сейчас плохой пример, потому что у музыкского, конечно, это все на сплошной педаль играется. Вот. Вот здесь. Ну, если мы, скажем, хотим взять наложение, очистили, услышали чистую гармонию, да? Наложение. Очистили, услышали, нажали. Чаще всего пианисты именно это не слышат. В момент наложения, очищение и опускание педали на абсолютно чистую, держащуюся руками гармонию. Вот вам просто анализ простейший. Простейший, но это нужно владеть. Это можно сформулировать, это можно научить. А не так, как мы понимаете, мы же на самом деле полудилетанты, друзья мои. Мы же пианисты, полудилетанты. Мы же не знаем же, как делается, самое главное, что у нас происходит на районе. Мы не знаем, как микроартикуляция, мы не знаем двойной репетиции, мы не знаем, как играется педаль, мы все знаем приблизительно. Мы это знаем, так сказать, по слуху, как бы, понимаете, да? Обратите внимание, но тем самым мы предъявляем слишком низкие требования слуху. Мы считаем, что у нас вот есть некий природный музыкальный слух, и нам якобы его надо достаточно. А я вам рассказал про микроартикуляцию, теперь ваш слух стал на порядок тоньше, только потому что я вам это рассказал и показал. Я вам рассказал про педаль, теперь ваш слух будет тоньше. Я вам покажу дальше еще более уникальные примеры, когда просто посмотреть в текст, понять, что там написано, и ваш слух навсегда изменится. А не так, как мы учим своих несчастных, сначала услышь, потом сыграй. Ну ничего подобного. Увидь, сделай, и ты услышишь нечто новое, что ты не слышал никогда до этого. А заложено это в тексте у великих мастеров, а это заложено в тексте. Надо просто текст уметь читать. Друзья мои, ну ловный текст это совсем не то, что нам рассказывали. Это не приблизительное отражение неких гениальных слуховых идей, а наоборот самое тонкое, самое непредсказуемое, и самое виртуозное, что изобретено, это великий нотный текст, в котором бесконечное количество... Помните, как Гоффман говорил, да? Дайте мне страницу Шопена и все великие исполнения Шопена, и я вам покажу, что страница Шопена, текст Шопена бесконечно богаче, чем любое великое исполнение. А ведь это было серьезное утверждение Гоффмана, друзья мои. Серьезное. Он был... Знаете, да, что Гоффман был, кроме того, что он был пианистом великим, да? Он был великим изобретателем, знаете, да? Вы знаете, чтобы дворники на машине забрел Гоффман? Вот эти, вот эти, которые были во время войны. Вот эти. Это Гоффман, это патент Гоффмана, Иосифа Гоффмана, великого пианиста. У него здесь все было в порядке. И когда он говорил, что я вам покажу по нотному тексту, что нотный текст бесконечно богаче, они беднее, даже уверяют. Нотный текст, это схема, бедная. На самом деле, самое главное, это то, что происходит вот сейчас. Да ничего подобного. Я вам сейчас покажу примеры, которые показывают, что такое... У меня есть статья, которая называется «Величие нотного текста». Я вам сейчас покажу, что творят великие мастера. По-моему, я это показывал в прошлый раз, но как бы без такого пафоса и без такой подробности. баллады Шопена. Четвертая баллада, та же самая, в которой мы уже играли без педали. Я вам сейчас... Давайте посмотрим, послушаем немножко. И я вам покажу начало четвертой и второй баллады Шопена, чтобы показать вам, что такое нотный текст Шопена. Сначала просто выиграю. Угу. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 На слух какая-то доля? Вот эта. Первая. А ведь это вторая. Первая вот она. Это значит, что... Где это важно? Смотрите. Вот сильная доля. А как это играет абсолютное большинство пианистов? По слуху. Значит, давайте посмотрим внимательно на этот мотив, вот этот знаменитый мотив. Он проходит восемь раз в течение всей главной партии четвертой баллады Шопена. Восемь раз. В первый раз он проходит, попадает сильные доли сюда. Это слабая доля. Второй раз. Как раз наоборот. Третий раз повтор того, что было. И, наконец, четвертый раз возвращается к первому варианту. Другими словами, перемещая мотив относительно тактовой черты, Шопен записывает рубата, потому что первая доля – экологически выделенный момент. А не акцент в обычном смысле этого слова. Он записывает агогику. Причем, обратите внимание, как он делает. Если мы обозначим варианты. Первый вариант. Знаете, работать мозгами никогда не вредно. В отличие от того, что нас в последнее время учат. Интуиция, интуиция, интуиция. Работать мозгами. Вот у него первый вариант – А. Мы его назовем А. Это когда у нас сильные доли приходят сюда. Второй вариант – Б. Потом опять Б. И потом опять А. Получается А, Б, Б, А. Кто помнит, что это такое? А, Б, Б, А. Это рифмовка санета. Это рифмовка санета классического. Так называемая опоясывающая рифма. Но Шопен же на это не останавливается, друзья мои. Ты вам первую половину темы сыграл. Дело в том, что уже проводит еще раз тему, правильно? Целиком. Полностью меняя последовательность. То есть у него Б оказывается первым вариантом. Да то же самое, те же ноты. То, что у нас было А, стало Б. То, что было Б, стало А. Опять А. И, наконец, опять Б. Он проводит два раза и ни разу не повторяется, друзья мои. Мы это обнаружили каким образом? Посмотрев, что написал Шопен. Не по слуху, друзья мои. Это как мое любимое одесское выражение. Вероятно, еще времен школы столярского одесски. Когда бабушка говорит сыному внуку. Внучек, не играй по слухам, играй по нотам. А мы же все по слухам играем, друзья мои. Мы же по слухам играем. Мы полупрофессионалы. А что, смотрите, что происходит. Шопен меняет позицию мотива относительно тактовой сетки, относительно тактовой черты. Переставляет то на первую долю, то на вторую. Это запись, это его рекомендация. Друзья мои, Обратите внимание, что я написал, потому что это возможный вариант вашего рубату. Дополнительный агогический акцент на сильных долях и отсутствует акцент на слабых. Другими словами, что получается? Другими словами, проанализировав эту вещь, увидев это в нотном тексте, мы получили какой вариант? В результате гораздо более иррациональный, гораздо более непредсказуемый, чем если мы будем играть по слуху, так называемым, по нашей интуиции. Друзья мои, наш слух инерционен, исследует трафаретам и шаблоном, которые нам, кстати, еще и нравятся. Мы еще любим купаться в этих наших трафаретах. А нотный текст разрушает это. Шопен разрушает инерцию, восприятие. Друзья мои, я написал каждый раз по-разному. Обратите на это внимание, причем каждый раз мера этого робота зависит от вас, мера этого робота зависит от вас, распределение робота зависит от вас. Игра этими вещами, то есть, другими словами, интеллектуальное усилие приводит не к интеллектуальному типу игры, а наоборот гораздо более интуитивному, гораздо более непредсказуемому, гораздо более тонкому, гораздо более творческому. Так устроен нотный текст. Он разрушает наши привычки, которые мы так любим, слушать все время одно и то же, годами. Понимаете, да? И уверять самих себя, что нам это нравится, кроме всего прочего. А надо просто посмотреть, что происходит. Вторая баллада, смотрим вторую балладу. Любимую, да, с детства. Каждый же помнит, когда он первый раз слышал вторую балладу, правда? Все же помнят. Это же незабываемо. Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон» Смотрите, три, четыре и к разу обратиться. Это что, формальность? Это что, формальный счет? Это, наоборот, вдыхает весь смысл. Три, четыре. Давайте дальше посчитаем. Раз. Два здесь. Два, а не здесь. Как у нас играет по слуху? Сильная доля. А это слабая доля. Здесь сильная доля второго такта. Сильная доля слабого такта, друзья мои. Сильная доля слабого такта. Еще раз посчитаем. Три, четыре. Первая доля. Какая у меня длинная, видите? Длинная, я не хочу с ней расставаться. И вы даже это не услышите, Господи. Потому что это естественно. Я ее удлиняю, вы даже не услышите. Это вторая. Это третий такт. Четвертый такт, доминанта. Друзья мои, у нас каданс приходится на какой такт? На четвертый. Самый слабый такт. Значит, мы здесь не имеем права сидеть. А как играют по слуху пианисты? Всегда играют одинаково. Посидели. Обязательно. Особенно, когда тоника. Особенно, когда тоника. Вот это. Обязательно здесь. Посидели. Это четвертый такт, друзья мои. То есть, третий. Четвертый. Давайте пройдем всю. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Поэтому он мимо. Первый. Вот он. Вот он первый. Поэтому я могу. Второй. Третий. Четвертый. И поэтому он дальше идет. И вот здесь у него синкопа. Две синкопы. И вот здесь. Вот здесь. Первый такт. Понимаете? После синкоп. Эта синкопа. Еще и эта. И вот здесь. Раз. Я могу делать. Смотрите. Четыре. И раз. Сколько угодно я могу увеличить. Здесь раз. И вы даже не заметите это. Потому что это истинно слышнее. А оба слышнее. И так устроен наш слух. А если мы начнем играть так. Как мы учим. Мы сразу слышим комплексы. Комплекс вот этого. Взбитую в одну кучу голоса. Вместо расщепления на пространство. Разное. Мы слышим в одном пространстве. Бьющиеся друг от друга хвостами. Голоса. Очень просто все. Я играю острейший стаккад. Отсюда мой принцип. Острейшего стаккада. Причем смотрите. Вы никогда не увидите. Что делают мои руки. Хоть одно движение. Вы видите? Я одно движение. Какое там движение пальцев есть. И все. На клавиатуре все. Вот это. Вообще-то на рояле стаккад играется так. Не вот эти. Понимаете. Кистевые движения. А все на клавиатуре. Все. Здесь все. Так, так. Так, так. Это уже на этом надо учить. Вообще принцип минимального движения на рояле. Все мы его знаем, но почти не используем. Другими словами, абсолютно не просто контрастные, друзья мои. Не просто правила восьмушки, которые убрали. А доведенные до предела правила восьмушки. То есть один голос играет три пьяны, а другую форму его. Тогда мы слышим по лифоне пространства. Тогда мы сами делаем стереофонию. Тогда у нас стереофония делается руками, а не аппаратурой. Это можно использовать где угодно. Я вам покажу. Бахета может использовать. Это, кстати, великолепно имел рахманиров своих. У него только средние голоса, знаете, да? Рахманиновский. Все эти корабли. Или все эти обработки годовского. Да, когда там внутри средние голоса работают. Да, а вокруг Асталины пианисима летают. Это тоже как сам принцип стереофония. Только вы уже делаете принципом. Его надо использовать. И это можно учиться. Сначала вам, потом шучка. Я должна учить это, может, кто-то это умеет. Вот в чем дело. Ну, так. Я же вам говорю, что я же не зря же провожу мастерские для педагогов. Мастерские. Когда удается это там... Особенно в Сибири я много делал. Не только в Сибири, но особенно в Сибири. Новокузнец Кемерово. Новосибирск. Сейчас я не упомню. Тот же Владивосток. Если в Дальний Восток брать. Еще несколько городов. Мы по несколько раз встречались. В течение 2-3 лет. По 4-5 дней сидели. И каждый играл. Каждый научался размечать ортсекст Баха. Карандашиком отвечать Баху. Понимаете, да? И умела игра. Как что игра? Берем 4 такта. Какой-то маленький приюди фуге. Больше не нужно. Педагоги. Научиться играть. Хотя бы вот из маленьких приюди фуг. Вот принцип стереофонии. Гениальное вот это. Вот это. Гениальное вот это. Гениальное вот это. Больше не нужно. Но это же можно учиться. Это можно учиться в течение 2-3 дней. На этом материале. Так что расщепление вот это произошло. А ведь это когда я научусь на таком материале. Кажется тут же распространяется на аналогичные же вещи. В других фактур. В других. Понимаете? Это более чем достижимо для каждого из вас. И в ингенциях. Ну скажем. Это конечно сложнейшая ингенция. Вот это. Вот это да. Уже здесь. Мы же как. Мы же всегда так же. Мы же всегда так же. Мы же всегда так. Но почему? Это противоречит даже принципу восьмушки Брауда. Ну вы знаете. Да. Книжечку. Брауда. О изучении Бахов. Почему здесь это не используется? Но я здесь использую конечно предельный контраст. Тогда они в разных пространствах. И так. Потом они меняются местами. Двуголосие. А треуголосие. Там есть свои преды. Всему можно учить. Каданцам можно учить. У Баха всегда. Только три вида каданцев. Каданцы всегда мелизматические. За редким исключением. Надо уметь пользоваться. Мордентом. Во время каданца. Причем внутренним. Скажу. Внутри. Да. Надо уметь пользоваться очикатурой. Не нужно спеть. И надо пользоваться этим задержанием. Причем невыписанным. Потому что когда Бах выписывает вот в этой. Когда он заканчивает. Ля минорную. Он выписывает. Маленькими. Маленькими. Вот это. Но когда мы играем скажем ря минорную. Вот эту. Одну из любимых. И репертуарных. Сейчас. Маленьких привидев. А вот. Сразу. Кстати. Вот это самое любимое. До мажорная. Так же надо заканчивать. А не так. Вот первый каданц Баха. Мордент. Перечеркнутый. Внутри среднем голосе. Это. Раз. Он используется. В роминорный. Вот в этой тоже. Не выписан Баха. Ну конечно так. Конечно так. И причем. Конечно в мажоре нам заканчивается. Бах это не выписывает. Потому что он не выписывает. Так же как в храматической фантазии. Он не выписывает какого типа арпеджиаду. Да? Мы играем часто. Романтическую фантазию. Помните? Знаменитые арпеджи. Это что? Играется. Конечно же не так. Играется. Это гениально. Если вы их слышите. Как Юдина гениально играет. Невероятно. Совершенно. Она играет очикатуры. Какие-то совершенно невероятные. Только выразительные. Это нельзя играть просто. Не проходит. Это простейший вариант очикатуры игры. Там все гораздо сложнее. Все. Это то, что не выписывается. Точно так же, как не выписывает Каданс. И в таких окончаниях. Сейчас скажу. Когда у нас аккорд. В конце аккорд. Вот такая. Вот научиться. Это может в течение двух дней. Три варианта Каданса. С мордетом, перечеркнутым в среднем голосе. Задержание. И очикатура. То есть. Арпеджи с дополнительным снимаемым звуком. И все. И у вас в кармане абсолютно профессиональное владение, которое всегда стилистически будет верным. И в чем внесет элемент еще и импровизацию. Это так нужно в этом стиле. Все. Это все. Это все описывается. Это все нужно просто, на самом деле, быть просто внимательным к этим вещам. Это, опять же, то, чем можно научить обезьяну. Обезьянку, скажем так. Так. Поэтому, из того, что я вам сейчас рассказал, следует еще один важный вывод. Очень радикальный. Для меня очень важно. В моем классе, причем совершенно не специально, а просто стихийно, вообще не возникает, даже на языке не появляется слово техника. Нет, друзья мои, нет техники на рояле. Мастерство есть, а техники нет. Вот то, что я вам все рассказывал, это совершенно не важно. Вот мы с вами еще не говорили о мотивной конструкции. Ну нет, нельзя играть гамму, не существует. Да, заканчиваем уже. Полови 6, 6, прием мая. Полови 6, мы должны быть с вами там. Хорошо, с удовольствием. Сейчас я заканчиваю уже. Полови 6, да, буквально 5 минут мне осталось. Ну я вас живу. Отлично. Спасибо. Так вот, заключение. Да? Да. Заключение. Мы действительно дошли. Подключить все. Смотрите, техники не существуют, существует мастерство. Именно к нему надо стремиться. Если пианист владеет мастерством и глино-роялю, мы не случайно забываем о технике. Не случайно забываем, да? И говорим о других вещах. На уровне мастерства техника действительно исчезает. Так надо наконец задуматься, почему она исчезает. Потому что ее нет. На самом деле техника придумана для ленивых. Вот от техника и все технические упражнения, отдельные от музыки, придуман для ленивых, а не для работяг. Ганон для ленивых. Для ленивых. Чтобы уши не напрягать, эмоцию не напрягать. Просто пальцами перебирать. Часами можете перебирать. От этого ты работяга не станешь. Друзья мои, от того, что мы перебираем технические пальцы, мы работягами музыкантами не становимся. Мы, наоборот, компенсируем свою музыкантскую лень так называемой технической обработкой. Почему у нас эти самые часто гаммы в гайдне в мост звучат как из «Автомата Калашникова» даже у луреата Конкурчаковского. А потому что привыкли абсолютно механически играть. Так, технически. Нету. Есть только произнесения, только интернации. А как мы играем маленькие прелюдии фуги, так же играются и блуждающие огнелисты. Абсолютно так же. Вот при таком подходе технических проблем вообще не возникает, я вас уверяю. Мы еще с вами не поговорили об артикуляции, на самом деле. Но это легко-легко доказуемо. Вообще, слова «техника» вообще не возникает. Но зато возникает все вот это. То элементарное, что является высшим. Вот. Спасибо. Спасибо.